Продолжение следует... У меня действительно узкие мои интересы связаны с музыкальной культурой, с историей средневекового времени, но много лет я интересуюсь и культурной политикой, историей культуры и проблемой культуры и власти, причем не только в 20 веке и ранее. Вот недавно вышла моя книга, я не в качестве саморекламы, но если кто-то заинтересуется, я могу прислать электронный вариант. Эта книга о одной ключевой фигуре бухарской культуры 16 века. Она же митинка в Кавли Бухарии, поэт, музыкант, ученый, 15-16 веков, призвит творчество, исследованные переводы. Здесь переводы и его трактаты по музыке, которые я выполнил. Потом, после сессии, если кому-то будет интересен, я... К сожалению, у меня ограниченные экземпляры, я должен передать в консерваторию, но могу предоставить электронную версию кому-то, если захочем. В своем докладе я буду основываться на материале Туркестана и Бухары. Иногда под Туркестан, мы понимаем, и Шири, регион, включает Бухару, иногда различает, но полетно различает. Это то, что теперь имеет прямое отношение к наследию Узбекистана и Таджикистана. Но, естественно, не только Узбекистана и Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Потому что те процессы, которые протекали тогда, мы не можем рассматривать только в русско-национальных позициях нашего дня. В своем выступлении я хочу остановиться на нескольких важных вопросах, на мой взгляд. Тема огромная, ее невозможно объять в одном докладе, в каком-то, и тем более даже в одной конференции. Я хочу показать некую периодизацию распространения идей, предложить. Какие-то ключевые фигуры рассмотреть, охарактеризовать по каждому периоду ключевые основные идеи и силы, размежевания этих сил, их соприкосновения, и показать формирование той психологической, социо-психологической ситуации накануне революции, которая обеспечила большевикам в дальнейшем приход и влюбление во власти. То есть вот некоторые моменты, которые, конечно, не охватывают полностью, полностью, всю проблему, но характеризуют некоторые важные другие стороны. Для того, чтобы уяснить причины, формы, хронологию распространения социальных решений, социалистических идей в Туркестане и Средней Азии, отношениях не со стороны туркестанского общества, прежде всего со стороны интеллектуальной расстройки, надо рассмотреть появление и эволюцию различных общественных идей на достаточно протяженном отрезке времени. Некоторые соображения позволяют говорить, по крайней мере, о периоде не менее двухсот лет. Известный русский советский философ Мосик, Алексей Георгиевич, как-то заметил, что для того, чтобы нечто развивалось, необходимо, чтобы оно уже в самом начале содержало в себе, в замкнутом и неразвернутом виде, в чем дальнейшее развитие и становление. И действительно, появление движения просветителей, я их называю просветителей Джадими, хотя часто можно сказать, прогрессистные, тоже такое применение, средние админи, которые олицетворяли собой альтернативный, как теперь говорят исследователи, альтернативный социализм, не социалистический путь или модель. Так же, как и распространение социалистических идей, предшествовало этому периоду длительный латерный период накопления знаний о социально-политической и экономической ситуации в России и странах Европы. Мы говорим латерный, потому что это был период скрытого развития, или точнее, скрытого ознакомления с различными социальными и политическими идеями европейского происхождения. То есть это был, условно говоря, ознакомительный период. Наши знания об этом периоде весьма ограничены, недостаточны. Мы выделяем три таких периода, таким образом, в истории Средней Азии, значимых для нашей темы. Первый — это до середины XIX века. То есть до появления во второй половине XIX века такой крупной фигуры, значимой ухажского таджического мусенитоя, как Ахмад Даниша. Но начало этого периода не имеет четкой границы. Скорее всего, можно начинать с XVIII века. Я сейчас покажу, почему. Затем, собственно говоря, вторая половина XIX века — это фигура Ахмада Даниша с его культурно-проспетительными идеями и с жесточайшей критикой существующего строя. И главное — принятие в социально-утомической теории о необходимости передела собственность и имущественную равенство. Даже джадиты не поднялись на такую роль понимания, на каком находился Ахман Данишин. И, наконец, третий период от начала XX века и до Октябрьской войны — это период активного политического украшения в Средней Азии. Под влиянием, естественно, трех революций — российской, пятого, седьмого эпоха иранской, пятого, одиннадцатого и младо-турецкой, которая наиболее сильно оказала влияние на пюрские народы, и не только пюрские, а и в Средней Азии. Когда стало происходить уже и становление политических сил, и их размежевание на разных платформах, тогда сложились несколько политических сил главных. Это движение прогрессистов или просветителей джадитов, которые стали городской среде в основном. С их идеями, основные идеи были единство мушульман и единство нации ислама. И распространением социалистических идей, идей социалистического переустройства. А также идеи и деятельности исламских организаций, традиционного и реформаторского тока. То есть в самом исламе, вы знаете, это вещи достаточно известны, произошел раскол. Консервативную часть представляло движение, ну, условно говоря, сторонников идей Ахызамон. Ахызамон у нас появился. Первый период, так сказать, глотельный. Это когда знания европейской цивилизации, о европейском устройстве, поэзическому экономическому, были доступны исключительно элите. У нас исследователи недооценивают, скажем, элиту аристократии, ухаарских ханств. Говорят, что это были очень ограниченные люди. Часто можно встретить такое, что они были примитивные, ничего, ничем не интересовались, были полностью изолированы. Это ошибка. Элита очень хорошо знала. Она путешествовала уже в 18 веке и раньше в российские города, в Петербург в основном, в Европу посещала. И вот чтобы не быть голословным, я просто некоторые факты буду называть. И даже это отражалось, естественно, в письменных источниках. Так, например, в нашем институте сквознания есть одна рукопись, она еще не исследована, но небольшая, где приводится термин «другая философия», «дегарфилософии» на татистко-патистическом языке. Под философией понимается европейская теория государственного общественного устройства. Эта рукопись, фрагменты, выписки, датирована 1781 годом. Там ссылки на британском циклопеде. Разъясняется термин и значение института «кумпани» на примере английской и гостинской компании, о термине «парламент», «паралминт», о парламентской системе в английской государственной политике и некоторых других вопросах. Это все называется «другая философия». Забегая вперед, скажу, что уже Ахмад Даниш наводил Бакая в своем сочинении «Редкостные события», «Редкостные происшествия». Он высказал идею необходимости создания совещательного ордена при правительстве. То есть, фактически, это образ парламента. А позже уже Джадиды, в предреволюционное время, например, Бекуни, вот упоминаемый доклад, уважаемый докладчик, он говорил, что надо, чтобы у нас был внедрен парламентаризм в одной из своих статьй, уже периода начала, перед октябрьской журналистом. В 19 веке резко возрастает возможность получения знаний о социальном устройстве, о политической системе в европейских государствах, и в том числе о ситуации в России, реальной ситуации. Но эти все знания были, еще раз повторяю, недоступны широкой массе мусульман. Ими пользовалась, и их знала только аристократия, Бухарская, Химинская и других городах. Естественно, что они не были никак, никаким образом заинтересованы в распространении этих людей. Вот, например, один интересный факт. Был такой, может кто-то знает, прапорщик Виткевич, который посетил Средний Азию в 1835-1836 году, то есть до присоединения, до завоевания Российской империи. Он был в Бухаре и встречался с Кужбеги, премьер-министром. И он обратился к Кужбеги официальным запросом о возвращении в Россию русских пленных. На что Кужбеги ответил, я цитирую, «Пленных не выдадут, тем более, что русские сами держат мужиков своих в рабстве». Где-то вот в 1835 году. То есть они прекрасно знали о крепостном праве, существующем в России. Не дали вам пояснять, я тут не привожу, что, мол, ваши премьер-министр здесь немного живут. Вы посмотрите, на каждый праздник они пьяны. То есть, как и на версии, им разрешено выпивать. А по более позднему времени, вот есть факты, допустим, в 1904 году для Амира Ахатхана, Адула Ахатхана, было переведено составленное сочинение по выяснению причин, способствующих прогрессию европейских народов в государственной, экономической, военной и культурной областях жизни. А в 1910 году для этого же Эмира срочно, оперативно перевел один анонимный переводчик труд известного русского, скажем, современным языком политолога, логофета, публициста «Страна бесправия. Ухарское ханство и его современное состояние». Это острое критическое сочинение, оно было опубликовано в Петербурге в 1909 году, а в 1910 году уже было переведено для Амира Адула Ахатхана на тачискезе, чтобы он ознакомился, что о нем пишет. Теперь поговорим вот о фигуре Ахмада Даниша. Вот это второй как бы период важнейший, уже не латент, но вот такого распространения, поскольку сочинения Ахмада Даниша переписывались. В списке их, насколько я знаю, до 10 его сочинений, известно, в разных границах Петербурга сейчас, в Душамбе, в Азбекистане имеются в его рукописи. Конечно, его идеи генерированы из России. Он посещал Россию трижды в 1856-1857, 1868-1873. Основное сочинение наводило в Ахайе «Лечащие происшествия». Написано просто поездкой в Петербург, между 1868-1873 годами. Можно выделить, вот я бы выделил для темы своего доклада три главные идеи, направления воззрения Даниша. Это первое. Критика системы правления государственной состоянии общества в Бухаре. Второе. Критика схоластической системы обучения. И третий пункт. Пропаганда передовой русской культуры и науки. Я выбрал их не случайно, потому что практически эти же идеи станут через какое-то короткое время неизлюбленными темами наших джадидов. Всех без исключения. Критиковать положение в своих государствах, проповедовать, организовать новое проспещение и пропагандировать. Многие из них, и Федра, и Бехгерди, и Муновакари, они были сторонниками русской культуры, не отвергали ее. То есть, вот видите, какая притеча. И есть, конечно, истоки джадидизма разнообразные. И не может быть, что только Ахмад Данишин, не исключено. Но с той лишь радостью, что они, никто из них не мог позволить такой нелесиприятной, жесткой, я бы сказал, жестокой критике Данишин. Критика у него была просто жесточайшая. Даже некоторые вещи неприятные. Потому что он использует такую лексику, почти ненормативную, чтобы... Только, пожалуй, Федрат. Федрат в 1909 году. Второй Федрат, всем известный, во всему Востоку, а сейчас во всем мире, проспетитель, прогрессист, философ, фигура энциклопедиста, мощная. Он позволял себе в своих двух сочинениях подвергнуть жесточайшей критике положение Бухарско-Мханское. Но и то он не поднимался до таких моментов. Вот, в общем, Ахмад Данишин. Эмир и Вазир, отцы духовные сановники, все одна шайка и рука руку моет. Все они озабочены и нехлопочут о том, чтобы их признал султан. И чтобы Кази, судья, посадил их рядом с собой. Раис был бы их соблупивником, а начальник полиции соседом. Хочешь ли ты знать, что собой представляет султан? Присмотришь и ты увидишь, развратник и тиран, а Кази, Абжора, ханжа и всяточник. Таковы же и бессовестные раисть, поставщик женщин. А начальник полиции, вечно пьяный картежник. Атаман всех воров и разбойник с большой дорогой. Вот это только одна маленькая фрагмент. А в другом своем сочинении, «Ресулайя Мухтасаря Астааль, Тарихи Салтанат и Ханадонид Мандитиях», «Тактат или краткая история правления мандитских эмира Бухары», это сокрушительная критика правления эмира Музафархана. Он пишет там, что у наших чиновников только четыре мысли в голове. Я процитирую их. Он говорит, на Харси говорит, «Хурдан, Ридан, Чамаа Кордан, Аста Вабидан». «Жрать, испражняться, совокупляться и скакать на лошадях». Вот только четыре мысли в голове у ваших сеных. Вот вам Ахмад Даниш, это его, так сказать, в принципе, очень актуально. В какой-то степени, конечно, Ахмад Даниш допускал мысль применения народного вооруженного сопротивления. Он признавал это и писал, что это ведет к вооруженному. И даже он сочувствовал, не призывал, но признавал, что народ имеет право на свершение власть тиранов. Он в каком-то смысле его сочинение напоминает, я бы провел параллели с сочинением всем известного Радищева, «Путешествие из Петербурга в Москву». Особый интерес представляет социально-утопический воззвение Ахмада Даниша. Его выводы о переустройстве общества. В «Навадиру Бахая» он пишет, что у европейцев есть теория, согласно которой первоначально у всех людей имущество было равным. Но затем сильные ограбили слабых, и возникло неразиство. А потому надо произнести всеобщий передел. Сам Даниш разъявил эту идею, хотя и сознавал, что в реальности никто легко не откажет от своего имущества. По мысли Даниша, если такой передел состоится, то тогда исчезнет противопоставление богатства и бедности. Люди всех верных наций будут трудиться в согласии и дружбе. Не будет войн, а с ними войск и вооружение, и все дары земли станут служить человеку. Понятное дело, что эти идеи Ахмада Данишка и сама фигура были очень популярны в советское время. Советские историографы уделяют большое внимание ему. Мы назвали его тампистом, но тем не менее. Теория вот этого Франка во всеобщем разнице. Возможно, что Даниш ее, как полагает, мог получить от русского путешественника, писателя Петра Ивановича Пашина, был такой известный, с которым установлено точно Даниш встречался в 1869 году. А Пашина, в свою очередь, был близок к демократической интеллигенции. В России сотрудничал с Чернышевским, лично знал Добраюбова и других. И вот повторю, что ни у Фитрата, ни у Биг-Баххуди, ни у Маваркари, это вот три главные фигуры джадидов в Бахистане, такого рода идей социально-терапевтического характера нет. И более того, все такие подобные идеи им были чужды в принципиале. О чем и свидетельство их высказано. Я о них немножко дальше скажу. Противоборство различных идеологических сил оживляется во второй половине 19 века и усиливается в начале 20-го. В это время в самой теократической, теологической среде Туркестана Бухары происходит размежевание, начинаются внутри ее различные силы. Я этот вопрос у нас не изучен, но недавно я вот сейчас смотрел программу и увидел, что вышла книга с Артоли, я ее не видел еще, вот на эту тему, а Шария, средняя. Наверное, может быть, там это рассмотрено. Но я все-таки об этом тоже скажу. Были сторонники умеренного реформирования ислама, это еще до Джадидов. А были, конечно, и те консервативные, как мы говорили в средстве, реакционные силы. Они опирались в основном на мощную простойку мусульманского студенчества, талибов, мулабача. Это была действительно мощная сила. Даже эмир не мог ей противостоять как-то. И это действительно подтверждается. В это время представители традиционно-консервативного направления обратились к разработке идеи последнего времени. Охерзамон. Вот, уважаемый докторчик рассказывал о Херзамон. Кыргизской традиции это известно. А это была всеобщая идея, вообще характерная для мусульманского мира. И она была очень близка для сознания консервативного мусульманского населения. Охерзамон. Во все периоды кризис в обществе обращались к этой идее. Но здесь она имеет свои особенности. Мы можем в XII веке найти. Вот у Ахмада Айасалии, это общий кюркский святой. Вы знаете, у него есть хикматы знаменитые, его послания знаменитые. Хикматы. Он тоже рассматривает Охерзамон. Он там в одном хикмате говорит. Охерзамон шайфла рэши хамэ рьет. Это стих 12 слов. Четыре-четыре-четыре. Охерзамон шайфла рэши хамэ рьё. Дела шейфов последнего времени одно лицемерие. Это XII век. Однако новая концепция Охерзамона, она, конечно, принципиально отличалась от предыдущих. Тут уже в качестве признаков Охерзамон выступает европейская культура и образ жизни европейцев и христиан. Христианские европейцы. Вот кто такие, кто несут с собой нам Охерзамон. Вот эта идея очень широко разрабатывалась. Целый ряд рукописей и литографий я подсчитал в моем предварительном законе. Это были до 10 литографий и рукописей, где приводятся эти приметы к конца последнего времени. Начиная от нескольких и кончая несколькими десятками. И многие из них напрямую связаны с христианским образом жизни. Допустим, там говорится, что там и евреи фигурируют, что вот придет сын еврея Даджав, и он приведет с собой музыкантов, лесунов, и они вот. И это, ну, допустим, сочинение Бахр Аддуран, Мухарад, 1908 год, литография. Или сочинение Хаза Саволи Маляка, Ваджаволи Данисман. Тысячу вопросов царевны и ответы мудреца на них, и ургистанского мудреца. Тут тоже приводятся приметы в последнее время. Или, допустим, литография Духвай Ахи Джума, Яхуд Сияна Ислам. Где, то это издана в Самарканде, без года. Там о евреях, которые вот противостоят, и о предметах христиан. Христиане, мусульмане стали пить вино, одеваться в христианские одежды, использовать христианские предметы и так далее. Но есть одна очень интересная вещь, это распространение этих взглядов в виде листовок. Я использую лексику большевистской пропаганды, листовок прокламации. Действительно, такие листовки, небольшие записки на формате А4 и меньше, переписывались, а другие складывались в гармошки и распространялись. Это наименее исследованная часть нашего наследия, потому что они недоступны, они исчезают. Но в моем распространении оказалось одно такое. И это, как правило, распространялось в стихах. Вот это вообще интересная черта, это мифопоэтическое восприятие политических событий. Оно характерно будет и для дяди, и для Хитрова, Кибек-Будди и многие другие. Даже на кровавые события отличали поэзию. Потом они перешли, потом лексика поменялась после большевиков. Уже наступил период, когда лексический сном произошел. А до этого все. И вот у меня есть один такой документ, он составлен. Я еще до конца не исследовал его, но это вам первое сообщаю. Это поэма в виде 31 бейта на персидском языке, составленная неким шейхом Магдалиним от Аллахом из Нустани. У меня два экземпляра этого стихотворения. 31 бейта, это большая поэма, посвященная Ахрзамону, где изложена вся политическая программа и процесс кризиса мусульманского общества. И я все-таки рискнул привезти один из них, чтобы вам показать. Потом я могу вам показать, это оригинал. Потом я, желающий, если с двух сторон, она, видите, складывается вот так. А второй экземпляр я оставил дома. Думаю, если вдруг обнаружить, в самолете нет. Но вот это, это поэма, значит, Ашкашфиоти шейх нематонно валих индустани. И вот на персидском языке. Чун охэ замана аят ва индьяхана шам ос бини дардасты ямана. И вот дальше он пишет, когда наступит последнее время. Я сейчас вам просто небольшой, не будущее, я уже перевел ее, подстрочный перевод сделал. Не поэтический. И несколько фрагментов, чтобы вам было понятно. Что это были за идеи, которые, я думаю, что это наиболее мощные идеи, потому что они ходили по рукам в виде записок, и люди распространяли их. Так же, как и в советское время этот способ был. Да и сейчас тоже самое, ходят кассеты по рукам всякие там. То есть во все времена была эта форма народного, как бы, вот такого формирования детей. Вот, значит, чун охэ замана аят ва индьяхана шах оси садр бини дардасты ямана. И так далее. Я переведу несколько на русском языке. На русском языке, чтобы было понятно. Коль наступили в этом времени последние времена, посмотри-ка на сокола правителя в руках охотника. Посмотри-ка на христианского правителя на троне. Захватили мусульман при помощи обмана. Истыство и истовестность увеличились в народе. Даже мать для своей дочери создает много возможностей. И много. Посмотри на судейство на основе невежества. Берут взятки с народа открыто и скрыто. Установление великий ислам безмолвный, подобно потушенной свечи. Создали обман, вы установили ему имя в порядок. Посмотри-ка ты, добрые дела стали сокрытыми от мира. Стал мир невежественным, а ученые немыми. В школах и медвесе читают астрономию. То есть астрономия это как недозволенное рассматривание. И это стало равно ценности религиозного убеждения. Шейхи, подобные дивам, демонстрируют подлог. С красотками живут тайно внутри комнаты. Они же получают прибыль с бедного народа. И на голову, наполненные проклятым высокомерием, напяливают чалмем. Обычай христиан сделали они правилом. Четкие их рка обозорили они публично. От тех муфтиев исходят фетки нелепые. От имени истины божественного закона выпускают они сто уловок. Во время намаза и исполнения религиозных предписаний народом стало нерадимым. Из круга участников доносится мунаджат на мелодию, то есть на музыку. От падишаха и слава знаменитого султана Хамида, после того, как сказал дорогим султаном, для однако и дарства народа. То есть он здесь дальше. Очевидно, что его как бы идеалом на тот момент было турецкое правление. Он здесь ссылается как положительного султана, последнюю надежу на Абдул-Хамида, султана, который правил еще до турецкой революции. И это ставится как пример возможной реконструкции, восстановления ислама. Конечно, нельзя преувеличить значение таких документов. Была и другая тенденция, но она может быть менее известна. Это тенденция толерантного отношения к христианам. К христианской культуре, европейской культуре, русской культуре, технических достижений. Она тоже выдвигалась не только джадидами, еще и джадидов. Улама, и муфти, и другие представители Улама, теократии, они выдвигались в своих сочинениях, защищали европейскую культуру и говорили, что нужно. То есть я хочу сказать, что эти две тенденции уже были. Была между ними, если не открытая борьба, то скрытое противостояние безусловно было. Есть и такие сочинения. И у меня тоже вот в моем собрании есть один документ. Я уже не стал рисковать, не стал его брать, потому что это литография. Называется «Багданият. О единстве Бога». Я автор, видимо, что это очень грамотный теолог мусульманский. Она написана причем на узбекском языке, на юрке. Он издан на литографии, но ни автор, ни год, ни место издания не указаны. Это дореволюционное издание, уже такое желтое, небольшая брошюнка. И там автор очень грамотно опираясь на Евангелие, на другие тексты христианские, на Библию, на Коран, естественно. Доказывать, что эти две религии, хотя и не различны, но они идут к одному Богу. Что между ними нет радикальных противоречий. То есть, что серьезная теоретическая заявка уже сделана как бы до революции среди самих теологов. То есть, видите, ситуация была очень сложная. Теперь, говоря о распространении, собственно, социалистических идей, я думаю, что нет надобности мне об этом говорить. Хорошо известно, и сами советские ученые, историки признавали, что в начале 20 века, хотя социалистические идеи уже с начала 20 века распространялись в Туркестане, в Ташкете была ташкентская Пуста, а в РСДРП, они работали подпольно. Но все-таки их ареал распространения этих идей был достаточно узок, очень узок. Они в основном русскоязычны среди русского населения, среди рабочих русских. И в основном опирались на железнодорожные мастерские. Они, конечно, вели большую работу, и в отличие от джадистского и других исламских бюджетников, которые, как видите, работали мифопоэтическим языком, большевики были в то время уже очень жестко и прагматически настроены. Это были жесткие организации, структурированные, организованные, где уже накапливался опыт политической борьбы и в открытой форме, и в нелегальной форме. То есть это действительно была уже партийная, нелегальная печать. Она, конечно, активизируется в Тургистане тоже во время Первой революции. Это вещи, о которых, я думаю, не стоит о них говорить, потому что они хорошо известны вам. То есть такая работа велась. И сказать, что там не участвовало местное население, как это часто стали преуменьшать, это тоже неправда, потому что было уже немало рабочих среди местного населения, юрских рабочих, так, саатов и других, которые под влиянием юрских, общаясь с ними, постепенно разделяли эти идеи. Ну вот, собственно говоря, теперь я хочу немножко сказать о той вот общественной, психологической, социально-психологической ситуации, которая способствовала, это очень важный вопрос, способствовала тому, что со временем эти идеи, не только, конечно, эти, но вообще идеи социального, шире, так сказать, переустройство общества, стали обладевать массами. Это была та общественная атмосфера. Она складывалась безотносительно к социалистическим идеям, как общая протестная среда, общее протестное общественное мнение, очень часто не имеющее никакой четкой политической платформы, никаких конкретных политических установок. Но сразу же некого, по сути, абстрактного обновления, очень быстрого, чтобы быть, так сказать, совсем передовым человечеством. Такое нередко, это было в виде моды, эти идеи, новые идеи. Даже такие слова применяются, как гуманные идеи, идеи правды. Легально они об этом писали. И те, кто придерживался этих идей, считались передовыми людьми. Это считалось признаком хорошего тона, признаком прогрессивности. А тот, кто приступал против них, то не литероградами, консерваторами. И это распространялось в обществе, широко. И вот, допустим, вполне лояльный издатель Кирсмин какой-то, о котором вы, может, не знаете, но известный в Туркестане, объясняя задержку публикации книги путеводителя по Туркестану, своего коллеги, тоже вполне лояльного Ивана Ивановича Кейера, это 1909 год, пишет, что наступило бурное время, штурм-ун-дранг, бурь и натиска, которое отвлекло мое внимание. Или другой пример. Видно, респектабельный, средний собственник, владелец опеки в Ташкенте, крупный общественный деятель Туркестана, обласканный властью, даже Атемира получал тоже звезду золотую. Иероним Иванович Краузи, тоже, видимо, немец, умер в 1909 году. Устроитель многих благотворительных акций, направленных на установление взаимопонимания между землями и русским населением, как тогда писалось, цитируя, как носитель гуманных идей, как попорник правды и новых течений, в устарелом строя аптечной жизни, пока только аптечной. Он первый в Ташкенте положил начало установления в аптеке восьмичасового рабочего дня. Это вот в его нейрологе в 1909 году. А теперь вспомню, что такой был восьмичасовой день для большевиков в то время, для социал-гуманционеров. Это было ключевое, не только экономическое, но и политическое требование. Из-за него они готовы были идти на смертный бой. Не буду приводить такого рода, у меня есть специальный зал, подлинный из подлинных листов в то время, где они говорили, что это такое для них восьмичасовой день. Они за него, как на Парижской коммуне, пойдут и голову положат, чтобы добиться в этом власте и встановлении. И вот что интересно, что эти идеи, виберально-демократические, они были присущи значительной части российских интеллектуалов, которые жили в Туркестане. Даже многие, кто был в управлении, в администрации царства, крупные чиновники, даже ташкентские голова, даже некоторые генерал-губернаторы, они разделяли эти гиберальные идеи. Вполне. Многие из них, большинство из них, подвергали критике капиталистического развития, тогда капитализм активно в Туркестане развивался, осуждали сопутствующие капитализм и факты, нашибы, шумничества, социальной несправедливости. Что уж говорить о русских писателях, ученых, историках, восторгновениях. Те почти погодовно относились поневышлительно негативно к предпринимательской деятельности, как несущий неизбежный элемент наживы, обманы честных людей, жумничества. А название известного романа Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы», где он не смеет этот сною, оно стало в то время поговоркой. Говорили в то время, а, это кто бы сказал ташкентцы, да, об этом есть свидетельство. А сейчас наши историки это отвергают, говорят, да ну, Салтыков-Щедрина там переборщил. Вот видите, как интересно. Вот вам есть, недавно появились воспоминания одного военного дирижера, тоже, кстати, капельмейстера Августа Ильгорна, немцев происхождения, он потом принял в российское гражданство, его дневники, где он пишет, он был в Ташкенте с 1870 года по 1883. Вот только недавно вышли в Москве. Он так описывает ташкентское общество, прогнившее, где только были заняты, как урвать, как чин получить, как награду. Вот за награды бились, все там друг друга лаптями раскидывали, чтобы доносы писали друг на друга, кляузы, чтобы вот получить награду, понимаете? А в русских журналах, ладно, не будем, а посмотрите журналы русские. Допустим, такой совершенно официальный журнал, Туркестанское сельское хозяйство. Там статья в 1909 году о причинах развития в Фергане культуры Хлопка. Там раскрывается тяжелая картина незаконной операции дельцов и обнищания трудового населения в Фергане, связанного с вращиванием Хлопка. Сообщается в частности о том, что происходит закопорение населения богатого края Ферганы коммерсантами и невыгодными сделками. Кредиты дирекамов удаются под 40, 60, 100 и даже 200%. Ростовщики перезбивают и одновременно увеличится число бедняков безземельных. Развился целый штат посредников, маклеры, комиссионеры, чистоти, джалявы, пахтачи, арбакеши, то есть даже вот ругательство он применяет, и так далее. И все местные обещавшие люди, принужденные население обращаться за кредитами, другого выхода нет. Поэтому не случайно, сразу перехитывая в мостик, вот к джагидам, Владобухарцев в своем проекте реформы в Бухаре комитета Владобухарцев, я вот цитирую по Оксфордскому изданию 25-25 года, это программа Владобухарцев, где фитрат был фигурой, кто составлял этот фитрат и другие деятели. Они, один из пунктов, они признают, раздавение дирекам благодаря обычаям расставщищества, всем известным. Жизнь. И так. Ежегодно банк должен отпускать дирекамы неаккадемные имя для обработки земель средства за небольшой процент. 2-3 рубля в год. Вот так предлагали жадимы. Сильнейшая критика в Туркестане подберегалась коррупцией. Огромная коррупция. Ярким критиком, я не верю специально, так сказать, представителей левого движения, вот был одним из ярких критиков, был Владимир Петрович Налифгин. Это самый заметный интеллектуал русских того времени. Он занимал руководящие посты в управлении Клара в Крайне. Был даже председателем Туркестанского комитета временного правительства. Но, к сожалению, его судьба сложилась трагически. После начальства социального фата, хаоса и прихода большевиков в власти, он ушел, естественно, и он покончил с собой в 2018 году. Так вот, у него есть очень известный труд «Туземцы раньше, теперь, в 2013 году», где он пишет об этом коррумпированном состоянии высшего общества, об беспринципности и продажности. Он пишет, например, об известном местном предпринимателе Сейда Зимбаре. А сейчас они пишут, конечно, как о прогрессивном, мощном даже выдающем комиссарте, у нас. А тогда это писал человек, царский чиновник, это, говорит, пионер среди жуликов. Пионер среди жуликов, а его возглавили в ранг подослого гражданина Российской империи в 2018 году. Выдающимся пионерам такого проникновения «Туземцев» в страну продажности многих представителей иргутского служивого люда в Ташкете в свое время был очень не глупый по-своему Сейда Зимбаре, за которым смелыми шагами пошли, и уже в одном Ташкете, и не в одном Ташкете, длинные вереницы крупных и мелких мошенников, из которых позже многие, дойдя до больших степеней виртуозности, добились очень солидных материальных результатов. И, как вы понимаете, еще раз напомню, он не был большевиком на Оливке, он такой царский администратор. И он приводит беспощадную, я просто не буду сейчас в интересах экономии время читать, тут у него есть беспощадная критика, даже близкая по стилю, к критике Ахмана Даниши, что происходит в его же среде, в среде вот. Таким образом, вот этот сложившийся общий социальный фон, негативное отношение к нарождающимся, как я истинскому, отношениям, оно было повсеместно распространено. И, пожалуй, его разделяли многие, многие и джагиды, и исламические, так сказать, представители исламских движений. И, что интересно, даже, ну, естественно, в самой России. Вот приведу слова, это я нашел у одного, это как бы экономист, официальный экономист крупный, он член Государственного Совета Озерова. В 15-м году он вышел, выпустил статью. За что мы боремся? Если вы почитаете, вы скажете, что если не будете знать, каков год это, подумайте, что речь идет о современной России. Те же проблемы. Зависимость ресурсов, продажа ископаемых на Запад, получение... А это 15-й год. И вот он здесь пишет, это некое революционное предзнаменование, но он был царским как бы экономистом. Он пишет, надо, чтобы из школы выходили люди, которые могли бы творить, а не только говорить. Люди со стальной воли, люди ответственны за свои поступки, с огромной жаждой творчества. Понятно, что эти стальные люди скоро прибили. И они пришли. Это уже будут большевики. То есть вот это ожидание в обществе, необходимости перемен, что нельзя уже дальше так жить, оно, конечно, было повсеместно. Вот серьезные изменения в джадистском движении стали происходить, как я сказал, под влиянием революции. Произошел раскол. Принципиальное расхождение началось. А уже в период, значит, февральской революции, там уже начались открытые, как бы, противостояния. Но ни один из лидеров джадистского движения, ни Исмаил Гасплинский, который называет, вы все слышали эту фамилию, Исмаил Гасплинский, российский, из Крыма, который снял выдающуюся роль в развитии джадистского движения в Средней Азии, ни он, ни Махмуд Хаджаби Кутин, ни Аберой Фитрат, ни Монавар Калинин, не принимали идеи социалистического переустройства общества, они открыто выступали против них, отмешовывались от сотрудничества с большевиками. И здесь, конечно, большую роль себя дал сам Гасплинский, который публиковал такого рода статьи. Гасплинского называли отцом среднеазиатского джадидизма. Кстати, Бейбутни тоже называли отцом, получается, два отца. Бейбутни тоже говорили отец среднеазиатского джадидизма. Вот, в связи с этим, приведу один пример. Это такая программная статья отца среднеазиатского джадидизма Махмуд Хаджаби Кутин в газете Хуршит, это 1996 год. Она очень дорожительно называется, это очень глубокомысленное название. Хайрун Умурри Асатуха. Хайрун Умурри Асатуха. Среднее дело, из средних зол, лучшее, это среднее. Лучее среди дел, это среднее. Обсадок, среднее. Это отражает концепцию исламскую. Уйти от крайности, избежать крайности, выбирать средний путь. Умеренность, гармонизация. Это ключевой исламский принцип. И был, и есть, и останется. И то, что сейчас происходит в исламском мире, это как раз нарушение вот этого постулата. Это коронический постулат, который, он так назвал свою статью, он в ней характеризует политические силы в России. И в том числе партию социал-демократов, партию социал-революционеров, большевиков, которые относятся негативно. Но его познание от этой партии, а их программы очень типично, вот такие мусульманские того времени, мифологизированы. Он даже использует мифологизированные образы. Но в конце говорит, очень поверхностный. Но вывод такой, что для нас, для мусульман, эта программа, это движение не подходит. Потому что она опирается на крайности. Это значит национализация собственности, неразвлечение бедных и богатых, отказ, чтобы не было богатых. И в других вопросах в семье и так далее. Но, выступая за умеренность и постепенность развития, джагиды, тем не менее, они, многие из них, не отказывались от применения методов насилия и революционной борьбы. Такие методы тактического назначения признавал Адуро Фитрат, который фактически был революционером. Одна из его ипостасей, конечно, он был профессиональный революционер. Он не просто так обучался в Турции, надо признать. А он все же получил там партийную подготовку в ладо-турецком плане. Этот вопрос у нас еще не исследовал. Потому что он изменит понимание личности Фитрата, который сейчас подается больше как национальный герой. На самом деле он, конечно, был сторонником применения жестких мер. И недавно один документ вот к Амалутинам Адулаевым, его книге о миграции в Свет-Няте, был опубликован. Он нашел этот документ в Российском архиве, где Фитрат фигурирует в числе тройки, трех людей, которым поручено провести репрессии против эмирской семьи в Бухаре, это во время Бухарской народной советской республики. И репрессировать часть, показать не провести репрессии, и часть посадить этих бухарской элиты в заключение. То есть, действительно, он сторонниками революционных форм борьбы, естественно, был Фазула Хаджай, не отказывался от применения насилия, и Бунавар Каря Абдюра Шихан, тоже третья крупная личность. Конечно, их во многом подтолкнули, они это и до революции, мы скажем, но к этому применению насильственных мер их подтолкнули события в Бухаре, в особенности 18-го года, когда эмир Алимхан жестоко расправился с джадидами, ну это всем известно, и когда, конечно, эмир, может быть, и не хотел этого, но поднялась масса вот этих мугабачат, алимов, студентов, которые, собственно, организовали это побоище, более трех тысяч джадидов в Бухаре и Бухарске, в Бухарске было уничтожено. Не только джадидов, но и татар, всех, кто читал газеты российские, было просто вырзано, жесточайшим образом их казнили. Вот в этой связи я бы, конечно, это вот, немножко остановлюсь и скажу, что вот эти вот события в Бухаре, периода Бухарской, предбухарской войны, они подтолкнули джадидов на временный союз с большевиками. Временные союзы были возможны, но принципиальные различия были в платформах. Если большевики выступали со своей платформой социалистической революции, экспроприации, национализации, репетрации частных судов и так далее, то все это отвергалось джадидами абсолютно. И это не скрывалось между ними противостояние. Когда сейчас читаешь у ваших историков, что вот коварные большевики, это вообще смешно. Я не такой профессиональный историк, но смешно, потому что большевики всегда заявляли, что это временный союз. Если даже решение 20-х годов партийный большевистский, вот 26-го года, я сейчас не буду зачитывать, чтобы времени отнимать, где они говорят, большевики, что эти мелкобуржуазные партии наши практически не имеют отношения к социализму. То есть вопрос о их ликвидации был заложен уже в то время. И эти временные соглашения, они преследовали тактические цели. Надо было смешать Людмила Бухарского. Джадиды пошли на союз большевиками. И заключили царисть, и пришел товарищ Фрунзе. Музей Фрунзе, я надеюсь, существует здесь. И он помог ликвидировать Бухарский эмират. И вот здесь наиболее... Хорошо. Таким образом, вот наиболее такой показательной фигуры, которая отразилась в сети противоречия времени, это была фигура Фетрата, Адаровов и Фетрата. Я не буду долго о нем говорить. У меня есть... Если кто-то заинтересуется, я могу посоветовать посмотреть. Есть видеолекция у меня в Ютубе, посвященная Эмирату и Джадидам, где вот его судьба и позиция расслаблены. И вот мы можем сказать, что вот февральская революция, она привела к полному размежеванию позиций. И идеи... Часть Джадидов поддержала большевиков, поддержала концепцию социалистической революции, социалистическую переустройство общества, а часть отказалась и перешла на... сохранила прежние позиции. Вот начиная с этого времени, начинается уже очень период, так сказать, жестких, кровавых, уже, так сказать, революционных событий. Вот, пожалуй, все. Я очень коротко расскажу вам. Спасибо.